День открытых дверей в УВД был разделен на две части. Первая – выставка оборудования и обмундирования. Вторая – встреча с представителями силовых ведомств, а также учреждения образования, которые занимаются подготовкой специалистов-правоохранителей. В нашей стране в данном направлении работают два вуза – Академия МВД в Минске и Институт МВД в Могилеве. Безусловно, плюсы есть по сравнению с гражданскими вузами. Курсанты наших учебных заведений обеспечиваются практически всем необходимым. Это бесплатным общежитием, бесплатным трехразовым питанием, форменным обмундированием, проживанием в общежитии на территории учебного заведения. Бывает такое, что курсанты, которые из многодетных семей, им удается еще поддерживать своих родителей, высылают деньги. Стипендия на сегодняшний день порядка 200 деноминированных рублей составляет. В числе участников мероприятия представители следствия Брещина, а также комитета судебных экспертиз. Специалисты ведомств, так же, как и милиция, стоят на защите прав и законных интересов граждан и также будут рады видеть в своих рядах талантливых и целеустремленных ребят. Мы знаем, что в 17-18 лет довольно тяжело еще осознанно сделать выбор профессии. И для того, чтобы это было сделать легче, мы предлагаем для ребят наиболее развернутую информацию о различных службах правоохранительной тематике, о милиции, о следственном комитете, о государственном комитете, экспертиз. И я надеюсь, что, посмотрев на все это, взвесив, они примут единственное верное для себя решение, по зову души пойдут туда, где им будет комфортно служить долгие годы. Служба, как таковая вообще, она требует от молодых ребят готовности в любом случае к выполнению задач, которые возложены на то или иное структурное подразделение либо на ту или иную проохранительную структуру. Молодой человек должен быть порядочным, правдивым, объективным и, конечно же, терпеливым, чтобы выполнять те задачи и функции, которые возложены будут на него в нашей структуре. Сказать наверняка многие ли из ребят, принявших участие в мероприятии, в будущем свяжут свою жизнь со службой в органах правопорядка невозможно. Однако можно быть уверенным в том, что после таких ознакомительных встреч-экскурсий сделать свой выбор представителям подрастающего поколения будет несколько проще.